всем привет друзья на связи вальдемар и сегодня у меня перекупский движ перекупская история решил почему бы мне не поделиться я за 20 лет поменял более 100 машин точную цифру я уже конечно это надо очень скрупулезно посчитать но где-то на 70 я уже просто но неинтересно мне стало почет вести много и много на сегодняшнем столе разбора у нас land rover discovery 4 приобрел я его пару дней назад сейчас я его покажу и все расскажу итак друзья добрался до дома вернулся обратно в стаю давайте посмотрим что вальдемар прикупил приобрел я вот такой discovery 4 в чем соль и почему он не обошелся по дешману ровно год назад когда все после пандемии вышли я решил опять попробовать свои эти перекупские движения и мы уже 20 лет занимаюсь но в личных целях купил я land rover evok что удивительно в автосалоне за миллион сто рублей ну точнее миллион девяносто восемь плюс от автосалона был в подарок постановка на учет проездил я на нем до осени до октября месяца накатал 10 тысяч километров и продал его за миллион шестьсот шестьсот шестьдесят тысяч рублей и так вот эту пушку я решил пересесть на вак купил фольксваген туарек обошелся он мне также ровно в миллион четыреста тысяч и проехав я на нем до недавнего времени сейчас у нас что конец августа грубо говоря проездил до середины августа с ноября и продал его за миллион шестьсот шестьдесят тысяч рублей и так вот эту пушку я купил за миллион пятьсот если такой приятной математикой заняться что осталось у меня сто шестьдесят тысяч старого вернемся год назад и отменицуем от evoca 160 ой то есть от того миллиона сто который был изначально минус сто шестьдесят тысяч рублей и получается девятьсот сорок тысяч рублей вот так работает рынок перекупский занимайся этим уже 20 лет в личных целях поменял более 100 автомобилей что по этому лендроверу у него вот такие косячки за что он стоял его брать люди не особо смотрелись человек прижался какому-то забору что интересно здесь стоит камера заднего вида на самом верху это очень удобно когда смотришь и видишь часть бампера ну кайфовый намного чем он стоит там так у нас 20 колеса зимняя резина в комплекте вот такие вот мелкие косячки есть вот такие на двери есть машина в полной шумоизоляции вот эти серебристые точки это просто не той краской замазывали сколы но человек не сильно парился по поводу внешнего царапин и так далее так есть у нас вот здесь еще тут небольшие ну в общем это половина косметической мелочи у нас уберется полировкой по водительской стороне только тут зазубринки есть такие тоже все убирается чё по салону у нас сто тридцать четыре тысячи пробега музыка обычная harman не logic 7 ну ничего страшного я так сильно не люблю слушать музыку сидушки у нас прекрасном состоянии руль все соответствует там на приборке видим пробег рояльный лак дерево я просто не люблю камера заднего вида у нас выводится на этот монитор штатный у нас в потолке прикольно это все делается в общем чистенький все человек предыдущий владелец также владела ей три года покупал для того чтобы путешествовать думал думал будет этот ездить по разным красиво места вот он проездил по асфальту москвы что же еще в подарок мне досталось как он сказал все что купил даже не распаковал он меня здесь лопата мощнейшая еще с эти кеткой топор в этих местах спички водные разжигать костры от этих от комаров и так далее плюс новые цепи но это под 20 колеса цепи они новым так их и не используются в общем все ландроверисты покупают ландровер всегда мечтают поехать куда-нибудь путешествие но особо у них это не удается не знаю почему в общем такой автомобиль я думаю на нем также ты здесь накатаю и продам потому что эту болезнь вальдемара не искоренить единственное что сейчас вот буквально через недельку поставлю сюда лебедку так как у нас есть эвакуаторы которые зимой застревают так как манипуляторы будет немножко помощь как техничка до автомобиль у машины с мотору машины 3 литра дизель здесь стоит прошивка мотор крафт или мото крафт мотор крафт не знаю насколько она полезна на вроде как говорят ресурсная проект прошивка от поломки коленвалов ну сколько я изучал этот вопрос коленвала коленвал и у них лопаются все равно в районе 300 тысяч километров но есть счастливые случаи когда люди меняют масляный насос ну и может быть 400 проходит или еще что то ну до сих пор как бы читать можно много мнений много а чего же все-таки ломаются машины эти машина у меня не первый land rover познакомился я с дисковери третьим где-то в 2010 2011 году 2 и 7 дизель также недолго отъездил его ничего не делал было в хорошем состоянии еще у меня был также discovery 44 бензин но не особо интересная машина мотор не скажу что валющий кушает он если чисто городской режим то 19 литров ну и range rover sport у меня был 42 вот он прослужил в моей истории дольше всех побыл он у меня четыре года это рекорд так как за 20 лет я поменял более 100 автомобилей были машиной неделю и две недели месяц почему я так делают да вот кайфу и от этого покупаешь машину ездишь получаешь от нее эмоции и эмоции затухают либо через три недели либо через месяц но в последнее время рынок стал настолько тяжелый в покупке очень много перекупов барахло в салонах это точно покупав эту машину я так покатался попутно по автосалонам где стоят туда только дерьмище стоят но это может мне так попадалось но в основном салонах ничего не интересно где машина сдают в трейдер поэтому машина кстати с полной истории сейчас покажу есть у нас тут целая пачка здесь вот пачки то это вот одно из последних больших не тут не самое большое в общем у машины за весь период за 134 тысячи километров два раза уже поменена в коробке масла последний был 10 тысяч километров назад два раза поменена в редукторах везде также масла на общем предыдущий владелец их там три о первом истории не знаю у него только сервисная книжка предыдущих два владельца последнего очень сильно ухаживал за машиной я сейчас единственного как раз хочу провести процедуру по чистке впуск и впускных патрубков специальным таким баллончиком сейчас если руки не замажусь покажу так что вот движуха такая поставлю ребятку обязательно сниму покажу ну и соответственно даю действие показать поэтому вы там как-нибудь в комментариях кому интересно напишите не все же про эвакуации снимать да и такого сильное лето интересного не было экшена но и греха димон и я мы постоянно в разных местах и работ такие что может только в инстаграме снимать что-то быстро с телефоном там и сетевым ссылки в описании будет инстаграме так что пойду менять чистить впускные элементы машины то что от егр набросала очень интересная процедура не знаю насколько она полезная на руки мне хочется и засунуть в технику дальше нужно кого-то посадить человека чтобы держал 2000 оборотов так это у меня жижа была специально так вот такой баллончик у него специальный распылитель во всех дизельных машинах советую делать можно прямо через дроссельную заслонку здесь все завязано через интеркулер еще почищу дроссель уплотнители резиновые придут его крепления и его отдельно просто почищу так что сейчас приложим свои руки заслонки впускные патрубки я прочистил сейчас выехал дать газку давайте посмотрим как она валит подавать попробуем 60 ну я думаю вполне приятный разгон до отсечки тяга постоянно но я думаю что это благодаря прошивке все таки в автомобиле так как discovery 2.7 точно похуже едет трехлитровый у меня вообще первый раз как бы и Range Rover Sport я обошел потому что 4.2 все таки намного кайфовее мотор если вы вдруг хотите купить себе попробовать что-то из английской классики то я вам советую ну они правда и тысячи восьмые года будут но 4.2 можно еще сейчас найти с пробегами до 150 тысяч а то порой до 100 попадаются в общем классный мотор единственное конечно 390 лошадей налог но тем не менее можно чем кайфануть пока я кайфую от эмоций обновы дровера у меня уже не было год поэтому я успел наскучаться по этой тяжелой машине по рейтингу так как у меня было много машин есть дача на море я на всех практически машинах своих ездил на дальние поездки и в моем рейтинге discovery занимает первое место также со слов задних пассажиров у меня и друзья со мной ездили чем прохват на 1600 километров разом вполне удобно не затекает ничего особенный большой плюс на посадке у discovery если не пользоваться круиз-контролем так как у нас на трассах все равно долго на нем не проедешь то очень удобно в посадке нога не затекает первое место у меня discovery занимает второе место у меня занимает volvo xc70 третья наверное бмв пятерка из чего мне было удобно на бмв x5 у меня затекало постоянно бедро но у меня был не комфорт салон а спорт салон может быть из-за этого многие есть поклонники toyota я японцев не люблю но land cruiser 200 года три назад я себе как-то купил пожалел пришлось там всю подвеску в нем переделать чтобы она при торможении у меня не клевала в дороге чтоб себя устойчиво вели в общем машина не зашла я отъездил два месяца не понравилось и как многие говорят в цене не теряет теряет она в цене может быть не так сильно но продавал их 6 месяцев дешевле чем купил ну как-то так в общем пишите снимать вам видосики про мои покупки ну и для себя полезно будет выложить мало ли скалероз меня заберет когда-нибудь я хоть на канале посмотрю следующей серии надеюсь сейчас на карту но будет покупка у нас эвакуатор так что все покажу будет интересно до встречи